Приветствую вас. Как правило, подобные выборы являются манипулятивным, то есть это по сути выбор без выбора. Дело в том, что выбор из двух людей предполагает как бы одну крайность, то есть вот есть либо такой выбор, либо такой выбор. Но зачастую сам факт сомнения в выборе означает, что ни один из выборов не будет правильным. Потому что если бы вы чувствовали уверенность в том выборе, если бы вы чувствовали уверенность, то вам бы не хотелось, например, прийти на сайт и задать вопрос. А раз вы сомневаетесь, то скорее всего не тот, ни другой выбор вам не подходит. То есть здесь, на мой взгляд, вам имеет смысл как-то вот расширить свой приговор, да, расширить, скажем так, свое восприятие ситуации, и посмотреть на ситуацию несколько более глобально, я бы вот, наверное, так выразился, и уже исходить как-то из этого, из более глобальной модели. Потому что сейчас вы, на мой взгляд, сами себя вот как-то загоняете в тупик, что называют. Потому что, например, сомнения, с одной стороны, означают, что у вас нет однозначных чувств ни к тому, ни к другому мужчине. С другой стороны, вы не хотите, скорее всего не хотите, потерять кого-то из них. И это все вместо свидетельствует о том, что вы для себя в чем-то вы интересованы. Вы для себя чего-то хотите, что вам для себя что-то нужны. И это хорошо, что вам для себя что-то нужны. Только люди вам для этого не нужны. Но вы думаете, что нужны. И в этом и заключается ваша самая большая проблема. что какие-то свои желания вы пытаетесь реализовать через других людей. А это так не работает. Отсюда у вас проблемы, отсюда у вас страдания, отсюда у вас негатив, переживания, болезненность. И так далее. Так что, я рекомендовал бы вам обратить внимание именно на то, что вам в первую очередь самую для себя хочется и что вы сами для себя уже боитесь в этой ситуации потерять. Вот, наверное, обратить внимание на данные вещи, вам их необходимо. Если вы это сделаете, то ситуация будет давать, по крайней мере, гораздо более понятной. Ну, не нужно думать, что речь здесь идет о любви. Я надеюсь, мы понимаем, мы взрослые люди. Я надеюсь, мы понимаем, что любви здесь как таковой у вас, скорее всего, нет. Потому что все-таки любовь это немножечко другая история. Любовь это немножечко все-таки про другого. Любовь это про желание, про потребность сделать человека счастливым. Вы же, как мне кажется, как мне видится, не особо нацелены на то, чтобы делать кого-то из этих людей счастливым. Нет, это не обвинение в вашей адресе. Я не считаю, что вы должны это делать, особенно если вам этого не хочется. Но, тем не менее, это довольно серьезный, на мой взгляд, показатель. Сегодня показатель, ну, не побоюсь этого слова, проблематика. Вот, и конечно же, конечно же, проблематику эту можно и нужно решать. Вопрос заключается в том, хотите ли вы ее решать? Если да, то каким образом? Потому что, в первую очередь, это определение своих целей. В первую очередь, это достаточно хорошее восприятие себя. Потому что, это важный момент. И дальше уже, проведение, так сказать, коррекции, исходя из того, что вы сами для себя хотите. Вот. То есть, это вот такой аспект. Ну, на мой взгляд, по-моему, не знаю. А вот то, что я мог бы вам сказать, то, что я мог бы вам ответить. Ну, исходя из того, что вы пишите. Вот. Надеюсь, что вам это в целом было полезно. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что ваша проблематка решится. Вот. И... Ну, я надеюсь, что вы сможете принять какое-то вот... какое-то решение. Относительно себя. И относительно того, что вы будете делать в дальнейшем. А... Вот. В принципе, все это могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я еще раз хотел бы пожелать вам всего доброго. Вот. Пожелать вам мужество, храбр, храбрости для того, чтобы принять, ну, вероятно, не совсем простое решение. Вот. Удачи вам. Удачи вам минуту, до 22. И успока-мучения. И так какsole... К tamp Clarke. На 11та.